приветствую вас дорогие друзья снова на продолжение расширенного технико-экономического вебинара вот я вижу что у нас сегодня присутствует тролли либо тролль либо тролли ну да одна нас удивило на самом деле то что на прошлом вебинаре у нас не было тролли потому что позапрошлый вебинар был достаточно так скажем жесткий и мы разбирали полеты с нашими недобросовестными партнерами виктором узловым и показали про hyperloop то на какой стадии они находятся сейчас и тролли потом в принципе не стало и дорогие друзья я могу сказать что такие люди будут цепляться за все за за что можно зацепиться и даже не понимая сути дела я увидел фразу которую написали то что вот уже 29 демонстрация вы показали только одну ферму на высокоскоростной трассе мы не собираемся 29 демонстрировать демонстрировать высокоскоростной транспорт дорогие друзья то ли тролли и соответственно это вы сможете увидеть уже по тем планам которые анатолий эдуардович уницкий своем видео отражал то есть начале будет через 45 месяцев демонстрации грузовой трассы после демонстрации легкой прогулочной и городской пассажирской трассы то есть это универсальная трасса которая включает эти два направления и более того я могу сказать что можно будет считать свершившимся факт демонстрации независимо от того что по путевой структуре поедет то есть либо юнибус либо юнибайк либо два подвижных состава то есть дождемся 29 числа дождемся конца ноября и и как мы декларировали дорогие друзья что в конце осени будет продемонстрирована технология движения так собственно все и сейчас и происходит никаких отступлений по этапам нет единственное отступление которое задают вопросы на самом деле то что литва у нас затормозила процесс да действительно затормозило и это можно сравнить по тем этапам которые были когда вот еще в литва и потом произошла их корректировка потому что естественно этапы имеет смысл только когда началось строительство но сейчас я могу сказать что абсолютно все идет по планам по этапам и мы ждем технологический прогон никто не знает что там будет показано но как и было сказано уже сейчас достаточно много делегаций планирует свое прибытие на экотехнопарк чтобы увидеть технологию в движении в действии это естественно не поедет со скоростью 150 километров в час и не стоит тут так скажем надеяться что сразу все как в сказке совершится это начало не то что испытание но технологический прогон за ним будет еще один еще один еще один еще один и все сейчас это будет функционировать перемещаться на территории экотехнопарка что касается выставки также приближающейся с 30 по 2 декабря она пройдет и ожидается что там также будут очень серьезные посетители на выставке транспорт россии сергей анатольевич обязательно будет на ней присутствовать вы увидите я думаю записи либо в перископе либо если в фейсбуке будет трансляция обязательно как вот эффект личного присутствия будет обеспечен и я могу сказать что уже вот события таким образом накладываются что даже выставка и непосредственно генеральный технологический прогон они накладываются друг на друга и перемещение из москвы в минск оно происходит не так быстро как хотелось бы и собственно это нужно потратить полдня полдня дорогого стоя дорогие друзья но все уже синхронизировано и будет присутствовать необходимые представители компании и там и там и непосредственно то что нужно будет работать с австралийцами нужно работать с другими делегациями все что запланировано оно должно быть обсуждено и вот то что будет показано 29 ноября естественно в каком-то виде без раскрытия ноу-хау будет показано и в видео также дорогие друзья это несомненно я если честно не знаю дорогие друзья будет ли размыта какая-то часть либо нет но то что это поедет и будет демонстрация в движении это точно и что я могу сказать как мы обещали и неспроста вот адриан кармоци приезжал на территорию в республике беларусь непосредственно научно-производственное предприятие посетил экскурсию ему все показали он очень сильно воодушевился кстати у адриана давайте ему пожелаем вот сегодня 23 число 25 ноября если не ошибаюсь у него будет чемпионат мира чемпионат мира по натуральному бодибилдингу то есть в бельгии он будет происходить мы сергею анатольевичем на этот чемпионат не сумели попасть но будет присутствовать франтишек solar это один из наших активнейших европейских лидеров и я думаю что на следующем на следующем вебинаре мы уже объявим является адриан кармоци чемпионом мира либо какой-то иной титул но давайте адриану пожелаем действительно удачи победить всех потому что это наш юрий гагарин направление sky фитнес вы видите я думаю по репортажам дорогие друзья что у нас направление sky фитнес продолжает развиваться и вот так же посетил за струнные технологии спортсмен очень мощный и и я думаю что все смотрели это видео владислав гончаров он признался что давно уже является соответственно совладельцем дольщиком компании skyway и верит в исполнение технологии имеет также и свои желания каждый имеет и думаю свое свое желание свою мечту почему он инвестировал в технологию и это дорогие друзья могу сказать это начало такого шествия sky фитнеса по планете потому что спортсмены спорт звезды они оказывают огромное влияние на то на то настроение людей на то восприятие и вообще вот на массы влияет мы это движение начали с адриана кто знает кто будет следующим спортсменом но если у нас среди инвесторов будут люди которые пожелают также рассказать о своей истории то пожалуйста давайте будем организовать потому что это не нужно держать в себе если человек действительно является нашим акционером приверженцем то дорогие друзья стоит рассказать об истории о том спорте каким занимается тот или иной человек потому что это действительно новое направление sky фитнес и если если вы говорите то что примеру это невозможно что можно будет вырабатывать электроэнергию не только с помощью велотяги но и с помощью всех групп мышц мы говорим это возможно и адриан это доказал показал вы увидите ролик и я думаю что мы придумаем специальный контест как что каждый человек сможет распространить этот ролик массово потому что этот ролик задумывается как именно вирусный ролик он будет меньше чем на минуту но я могу сказать что будет не менее эффектный чем современные рекламные ролики спорткаров автомобилей новых моделей и так далее то есть мы в этом плане я могу сказать что очень серьезно подготовились и неспроста потому что юнибайк это то направление которое появилось чуть больше восьми месяцев назад за три месяца с нуля был сделан подвижной состав юнибайков и я могу сказать что не каждая корпорация достигала таких результатов не каждая корпорация могла показать такую скорость скорость воплощение от чертежей до реализации в масштабе один к одному и как говорит наш конструктор отдела под подвижных составов управление подвижных составов андрей зайцев что в принципе у нас качество достижимо по сравнению даже с mercedes с бмв я сам в этом юнибайке сидел с радостью счастью счастьем обнял этот юнибай когда увидел на инотрансе это действительно дорогие друзья очень показательно то что то направление которое появилось буквально совсем недавно она сейчас уже представлена в виде действующей машины юнибайк это наши юрки мускулистый физически выносливые друг товарищ по мере развития сети транснет очень много функций будет прибавляться в юнибайке некоторые из них я сейчас именно в плане футурологии на этом вебинаре также при открою чуть-чуть то есть мы говорили про фитнес направление и мы поговорим еще что теоретически также может быть в юнибайке на самом деле это будет концепция вообще объединенного универсального мобильного пространства персонального естественно и что говорить про public space то есть публичное пространство я могу сказать что таким пространством будет являться не что иное как юнибус и об этом также мы на сегодняшнем вебинаре с вами поговорим но в первую очередь я хотел бы рассказать дорогие друзья из рассказать поведать свое мнение о том что сейчас происходит в ходе подготовки к 29 ноября действительно уже сейчас мы перешли на график работы я имею ввиду и инвест проводящую сеть лидеров и я думаю что поставьте плюсики кто действительно развивает ну не то что день и ночь но до позднего вечера проводит встречи презентации и рассказывает о проекте skyway это действительно вот сегодня на закладывание основы для того чтобы в будущем когда будет закрыто финансирование корневой технологии и по моему мнению теоретически абсолютно может произойти это и в 2017 году до конца семнадцатого года ну естественно это мое личное предположение но что там не подсказывает что это действительно может произойти и дорогие друзья поддел подвижных составов все люди которые занимаются созданием созданием и сборкой уже подготовкой к испытаниям на путевой структуре все сейчас находятся в очень напряженном состоянии в очень напряженном состоянии находится и сам анатолий эдуардович юницкий проводят фактический большую часть дня на мариной горке не под несмотря на то что были проведены испытания и непосредственно производственной площадке которая находится на базе цехов ее мобили все равно испытания в реальности это несколько другие условия и я хотел бы предупредить дорогие друзья что тролли в этот момент скорее всего очень серьезно активизируется им будут больше платить естественно они будут больше кричать и будут говорить такие фразы что вот у вас одна ферма смонтирована вам испытания проводить не понимая сути что мы будем демонстрировать легкую прогулочную совмещенную с городским пассажирским транспортом дорогие друзья это действительно то событие которого мы все ждали и что меня поразило я всегда наверное недооценивал модели один десяти то есть мне казалось что вот мы продемонстрировали в сентябре 2015 года сейчас это функционирует как модель именно перемещающийся и показывающая технологию моделей один к десяти на различных выставках что будет представлено также и на выставке министерства возле министерства транспорта российской федерации вот стенда мы будем находиться на выставке транспорт россии и вот действительно репортаж что нас ждет на экотехнопарке мне открыл глаза и для меня было очень таким серьезным не то что открытием я предполагал но думал что это может быть именно в плане концепции футурологии а да действительно предполагается дорогие друзья что вот это вот модель один к десяти будет возить в год способность будет грузопотока грузоперевозок миллион тонн миллион тонн то есть 50 таких вот трасс это в принципе транссибирской магистрали то есть на сибирской магистрали это 56 миллионов тонн если говорить про сравнение с московским метро то в принципе у нас в два-три раза преимущество по пассажиропотоку если говорить про юнибус ну и те факты которые я наблюдаю дорогие друзья то что вот amazon запустил буквально вот в этом году поставки с помощью дронов какие дроны вот дроны на самом деле я могу сказать что можно сравнить с летающими автомобилями и даже вот наш партнер коллега по транспорту второго уровня илон маск говорит о том что он бы не хотел чтобы по автомобиле летали представьте такая груда металла упадет вам на голову и этот факт невозможно отрицать это действительно может свершиться дорогие друзья и если упадет примеру дрон я думаю что не сильное различие будет то что упадет на голову 20 килограммовый там 10 килограммового на железка и кого-то пришибет соответственно резкая естественно стоимость акций и так далее подобных компаний сразу понизится в цене и как раз таки самым безопасным решением именно компактных перевозок вплоть до доставки пиццы я не знаю то есть вплоть до перевозки писем вплоть до перевозки каких-то малогабаритных грузов вот это может осуществляться с помощью модели один к десяти это действительно мощь нашего проекта и мощь нашей компании дорогие друзья потому что вот даже модель один к десяти остается при делах но если говорить про то что произошло за прошедшие недели непосредственно вот информация которой я владею я хотел бы вам рассказать и поведать обязательно мы пригласим романа когда уже пойдет подойдет к завершающей точке и непосредственно инициация адресного проекта историю которую рассказывал про порта рика история продолжается дорогие друзья и я могу сказать что роман это один из тех людей которые несмотря на непонимание несмотря на смену власти все равно пробивает почву и общается с людьми то есть он общается по поводу проекта который был сейчас частично заморожен непосредственно в столице порта рика это как у вас и вышел более того на министерство транспорта российской федерации я могу сказать что роман умудрился также найти интересного очень человека которая можно сказать и в будущем может быть покажется родом хуком в юбке и таких людей нам нужно искать в каждой стране дорогие друзья вот на тех фотографиях которые вы видите это соответственно с отделом инфраструктуры города к гос было общение непосредственно не только общение а люди заинтересованы и люди планируют приехать в виде делегации на экотехнопарк и исполнительная секретарь отдела по организации инфраструктуры города как у вас ада белин она полностью заинтересована в том чтобы проект skyway продвигался в пуэрто-рико именно она вывела романа это уже эффект рикошета я могу сказать и мы такие истории вот что можно показывать именно вот как продвижение адресного проекта будем время от времени показывать на наших вебинарах вот эта дама романа связала с этой замечательной женщиной вот про кого я говорил что может оказаться родом хуком в юбке это менеджер проекта экологически чистых технологий в отрасли машиностроения машиностроения департамент транспорта и естественно пообщавшись с романом это женщина не буду раскрывать имени пока что сразу вывела романа на министерство транспорта российской федерации была проведена встреча соответственно и сейчас уже я думаю что в январе готовится приезд делегации потому что в декабре будет смена министерства транспорта и естественно хочется чтобы уже лица принимающие решения после смены смены руководства министерства транспорта Пуэрто-Рико приехали и посмотрели технологию движения тогда уже будет этап не тот который мы увидим 29 ноября то есть фактически не то что каждую неделю но каждые несколько дней будет технология не то что совершенствованная она и так совершенная но испытания будут повышать нагрузку и цель естественно это достичь скоростей 150 километров в час до этого времени вот владимир алексеевич говорит со смайликами вот такие вот люди будут активизироваться им будут проплачивать работу и будьте как говорится начеку еще одну тему которую я хотел бы затронуть дорогие друзья без указания каких-либо конкретных лиц но очень важная тема и хотелось бы чтобы каждый понимал и имел в виду что сетевое построение корпорации как я называю и инвест проводящая система может как ускорить развитие адресного проекта так и замедлить развитие адресного проекта так как не все понимают тех ошибок которые могут допустить люди из сети желающих на благо проекта продвигать проект социальных сетях но дорогие друзья пользуйтесь пожалуйста официальными источниками и если вы не знаете каких-либо должности либо сомневаетесь либо указывайте любого человека который у нас как-то освещался в официальных источников то пожалуйста перепроверьте его должность перепроверьте вообще информацию которую вы даете на своей странице социальной сети в твиттере либо при общении при встрече пожалуйста давайте максимально приближенную не то что максимально предвижен достоверную официальную информацию официальная информация у нас находится в наших социальных сетях я вам сброшу чуть попозже те ресурсы которые являются официальной информации все остальные ресурсы они являются неофициальными и соответственно этого могут не понять те тролли те недоброжелатели которые будут распространять информацию этого могут не понять также и представители властей то есть вплоть до того когда неправильно назвали должность связи связи с этим я могу сказать что в ближайшее время мы рассмотрим в личном кабинете чтобы появлялась при входе памятка памятка об соблюдении правил информационного поля это очень важно дорогие друзья потому что действительно нужно доносить ту информацию которая есть на самом деле если вы хотите сделать оповещение о том или ином событии сделайте элементарно репост социальной сети и добавьте ваш комментарий с вашей реферальной ссылкой не важно но чтобы информация была официально то есть да действительно вот олег можно говорить то чего нет я не говорю уже про те фотографии с дмитрием нагиевым и так далее с монтажом про других ведущих политических деятелей дорогие друзья мы сейчас находимся на восьмом этапе это уже ну я думаю что в следующем году мы увидим и девятый этап уже в начале года если пройдут крупные инвестиции то что девятый этап настанет еще раньше но дорогие друзья это уже не детский уровень поэтому давайте пожалуйста соблюдать вот эти вот рамки вот эти нормы именно подачи информации мы должны действовать именно в строгих правилах нашего информационного поля иначе зачем вот эти социальные сети иначе зачем чат в skyway капитал в телеграме и так далее и так далее и тому подобное я неспроста на этом останавливаюсь дорогие друзья потому что это действительно очень важно я не буду говорить конкретику и не про страну не про адресный проект но от одного человека а если это будут 10 20 может также зависеть если обстоятельства случились и соответственно это описка эта ошибка действительно становится важной зависит также судьба адресного проекта пожалуйста будьте внимательны но вашу внимательность как я и сказал будет подкреплять оповещение в личном кабинете памятка там также будут даны основные ответы на вопросы по всех интересующим когда будут дивиденды когда будет номинальная стоимость что такое сертификация когда ее ожидать почему сейчас мы не называем наши активы акциями почему это обязательства и так далее и тому подобное то есть будут даны официальные ответы пожалуйста ими только пользуйтесь потому что ну на сегодняшний день я могу сказать что инвест проводящая система сейчас уже не маленький ребенок и мы уже не ползаем на коленках мы уже стоим прочно на ногах даем соответственно инвестиционный поток привлекаем инвестиции это замечательно дорогие друзья это будет продолжать расти в геометрической прогрессии существующими новостями мы будем дальше идти под нашим планом перейдем планомерно с одного этапа на другой будем показывать на экотехнопарке то что запланировано но такие ошибки нельзя допускать в плане должности в плане искажения информации любом более того в личном кабинете будет два предупреждения потом видимо даже какое-то наказание чтобы все участники инвест проводящей системы понимали то что распространяя недостоверную информацию skyway они несут ответственность в первую очередь и перед собой то есть я думаю что никого не обрадует если будет какое-то наказание наказание естественно не хотелось бы но если это будет продолжаться тот дорогие друзья в любом случае это оповещение появится в личном кабинете вопрос времени то есть сейчас мы это прорабатываем то есть такое вот отступление но я считаю дорогие друзья очень важное отступление если опять же говорите вернуться про 29 ноября 30 ноября более того я думаю что еще раньше начнутся испытания если уже не начались я об этом не знаю и вижу как и вы видите по фотографиям по видео репортажам это закрытая информация дорогие друзья ее не знает никто кроме представителей головной компании тот кто имеет право знать эту информацию планируется делегация которых мы говорили кто-то допустим получит информацию их интересующую и будут обсуждения уже по конкретным адресным проектам то есть это те делегации которых мы раньше говорили но давайте относиться к генеральному технологическому прогону действительно как генеральному технологическому прогону не как какой-то супер-пупер демонстрации технологии это действительно первые испытания в реальных полевых условиях и дорогие друзья стоит помнить о том что это делается первый раз в мире вообще и действительно естественно все конструктора все инженера лично антолий эдуард очиницкий сейчас в круглосуточном режиме работают над тем чтобы все пошло как планируется но это генеральный технологический прогон и опять же донесение информации очень серьезно зависит эффект как вас потом люди будут воспринимать если вы говорили что будет установлены все пролеты еще там с разворотом и так далее и потом люди увидят что допустим то что вы говорили опять же и опять же не из официальных источников информации не соответствует хотя бы на микрон действительности вас будут воспринимать уже по-другому поэтому давайте относиться к этому как вот показали у нас water loop гипер луп поехала вот эта тележка у нас поедет далеко не тележка но давайте именно воспринимать как подобное событие подобная демонстрация подобный первый технологический прогон потому что дорогие друзья как мы воспринимаем так информация передается это также на мой взгляд очень важно потому что я допустим мог говорить своей в сети своей структуре потенциальным крупным инвестором с которыми я общаюсь что будет максимум то что вы сможете увидеть и в 2016 2017 году нет дорогие друзья это не так это только начало демонстрации технологии движения вот с этого генерального технологического прогона я надеюсь что я донес информацию по двадцать девятому числу что не стоит возвышать эту дату это для нас очень серьезное но тем самым по сравнению с тем что будет допустим по высокоскоростному исполнению потом по гипер скоростному исполнению технологии это не стоит ни в каких рамках и никакой огласки такой вот серьезной мы не планируем делать не в сми если кто-то сам не даст не как-то возвышать уровень этого мероприятия делать какое-то фешенебельное мероприятие и более того как вы думаете если по это мероприятие являлась тем каким его подают многие не пригласили бы мы различные венчурные фонды естественно пригласили бы и рассылка по венчурным фондом по крупным инвесторам она не такая сложная но давайте относиться действительно к проекту в реальных очках они в розовых очках и поэтому вот то что я говорю по но имеет смысл я надеюсь что вы это понимаете многие люди спрашивают дорогие друзья потом сможем ли мы организовывать приезд непосредственно крупных инвесторов потенциальных непосредственно инфраструктурщиков представители властей и так далее то есть на 29 число как вы знаете список уже давно закрыт и там будут присутствовать не более 15 человек более того я могу сказать что те люди которые так скажем будут уже через это количество сверх этого количества людей но все же там будут присутствовать вполне возможно что в этом гостевом доме и места не хватит и даже крупным инвесторам которые будут приезжать мы говорим что в тесноте да не в обиде они все понимают они всячески говорят что мы также готовы помогать по организации автобусы и так далее то есть я могу сказать что это очень приятно и чувствуется командная работа чувствуется то что в проекте уверены и действительно генеральный технологический прогон его ждут его ждут не только инвесторы но и крупные и крупнейшие инвесторы которых мы естественно свою очередь ждем и дорогие друзья я сейчас вот еще раз проверю эту ссылку чтобы это была та ссылка я сброшу сейчас ссылку по которой вы можете заполнять специальную форму допуска на персональное посещение к технопарка но я хотел бы отметить что это играет роль и имеет значение только для инвестиций если говорите про инвест проводящую систему как минимум это сотня тысяч долларов и несколько сотен тысяч долларов и эти люди будут формироваться в группу чтобы по кумулятивный эффект получить в районе 500 тысяч долларов миллиона долларов как как минимум и вы пожалуйста передавайте эту форму но опять же выслушав каким образом ее нужно передавать и кто может действительно посетить этот экотехнопарк на кого будет тратить время представители головной компании вот пожалуйста эта форма для заполнения то есть ее уже начали заполнять во первых я хотел бы постановиться на том что ко мне очень много контактов поступает те кто интересуется я имею ввиду про крупных инвесторов но человек с ними недостаточно работы провел то есть здесь будет соответственно информация о том на какой стадии на какой стадии находятся переговоры и посмотрите эту форму для крупных инвесторов я рекомендую прорабатывать от миллиона долларов для инвесторов с инвест проводящей системы от нескольких сотен тысяч долларов то есть если это губернаторы если это какие-то чиновники если это представители министерства транспорта российской федерации дорогие друзья проработайте эту форму опять же со своей ответственностью то есть если вы были на месте головной компании то хотели бы вы чтобы вас отвлекали по этому контакту мы естественно будем подсеивать и как вот старатели сеять песок чтобы получить золото пожалуйста передавайте эту форму но мы обязательно будем фильтровать информацию не все контакты пожалуйста просьба не обижаться попадут непосредственно в головную компанию потому что время кирилла бадулина также не хочется отнимаете время виктора бобурина я уже не говорю про анатолий эдуардовича юницкого потому что сейчас все действительно круглосуточно ведется я имею ввиду про проработку и подготовку к демонстрации технологии в движении 29 ноября и далее не забываем что будет выставка транспорт россии также мы там по ожидаем серьезные делегации как российские так и зарубежные я думаю что все понимают что зарубежная делегация над подобной выставке также будут я всем напоминаю про события 10 11 декабря которое произойдет в санкт-петербурге то есть у всех в личных кабинетах в разделе события есть соответственно информация об этом замечательном мероприятии и она строится именно в логике что русский прорыв что снова русские поднимаемся активизируемся и продолжаем действительно развивать технологию skyway кто может быть чуть-чуть отчаялся кто может быть чуть-чуть устал ждать но как можно устать если все идет по планам то может быть переключился на несколько другие вещи будут у нас лидеры из других стран на этом мероприятии я могу сказать что планируется также выступление сейчас согласуется возможно виктора тарасова он даст основы и именно финансовые тренды почему именно сегодня выгодно инвестировать проект skyway и дорогие друзья соответственно параллельно в этот же день я скорее всего буду в европе давать презентацию уже предрождественскую для европейской структуры одной из самых мощных структур это словакия венгрия чехия и там мы будем уже подводить итоги после технологического прогона 29 ноября о чем я еще хотел вам поведать дорогие друзья вы все я думаю прекрасно видите по репортажам что действительно то о чем говорит сергей анатольевич то почем мы вместе придумаем плане футурологии то есть это синергетический эффект по практикующей футурологии она сейчас планомерно воплощается действительно уже в реальность и я хотел бы остановиться еще на нескольких направлениях которые на наш взгляд нас ожидают в юни байки как именно личное персональное мобильное пространство как универсальное пространство юни спейс поэтому юни байк он универсальный велосипед и одновременно названный в честь от анатолия дуардача юницкого дорогие друзья там будет не только фитнес там будет не только здоровье от на прошлом вебинаре я освещал к чему ведет именно фитнес направление sky фитнес то что можно сформировать миссию компании вплоть до того что компания делает людей счастливыми и здоровыми и продлевает им жизнь то есть это фитнес направление но если смотреть составляющих государства не побоюсь этого слова то также стоит упомянуть о том что есть такие сферы как образование как медицина немножко затрагивая это я хотел бы сказать что это также на наш взгляд именно практикующих футурологов будет реализовано в юни байке то есть что касается образования лучшие преподаватели лучшие преподаватели я могу сказать что будут давать образовательные курсы непосредственно которые по которым вы сможете обучиться внутри вашего юни байка то есть никого не удивишь сейчас теми патентами которые патентуют apple google но если это специальное стекло сенсорное стекло которое будет формировать эффект дополненной реальности и можно действительно получать курсы образовательные и лучшие преподаватели будут давать вам образование вашим детям а соответственно мы с вами будем перемещаться в это время внутри подвижного состава внутри юни байка если говорить про психологию дорогие друзья то понятно и думаю что мы будем развиваться также в логике искусственного интеллекта машинного обучения и вот тот юник про которого мы говорили который будет в начале ставите вам выполнять простейшие действия то есть ставить музыку ставить любимые фильмы так далее я могу сказать что будут и очень более серьезные действия то есть это вычислительные процессы для инженеров и это естественно также и поддержка как вот сейчас чат-боты и так далее то есть вплоть до того что психологии юни байк будет вас понимать как искусственный интеллект поддерживать и общаться с вами для ваших детей и так далее он может стать настоящим другом как опять же говорит андрей зайцев юни байк действительно станет вам верным другом и если говорить про направление медицины дорогие друзья то давайте вспомним тот проект о котором мы говорили проект тирана с элизабет холмс то есть то что можно взять теоретически анализы из одной капли крови и никто не видел это оборудование никто не слышал о тех действительно испытаниях которые были проведены в реальных полевых условиях но все же в районе 1 миллиарда этот проект привлек и если это переложить на логику юни байка на логику универсального подвижного пространства я могу сказать дорогие друзья что юни байк опять же будет подстроивать подстраивать не только микроклимат но там будут различные ионизаторы воздуха вплоть до того что по дыханию юни байк теоретически вот как практикующий футурологи можем сказать будет определять ваше состояние по дыханию по каким-то анализом опять же по капли крови если эта технология реализуется и соответственно также будет усиливать направление скай фитнеса которое мы заложили в основе именно с первопроходцем адрианом кармоци оно будет усиливаться уже с точки зрения медицины с точки зрения науки то есть именно медицинской науки и если все это подытожить дорогие друзья то фактически все направления которые будут нам необходимы внутри нашего подвижного состава они будут реализованы внутри юни байка это есть сейчас практикующая футурология но давайте запомним эти слова и посмотрим что будет через 5-6-7 лет что будет в нашем юни байке прогресс действительно не остановить технологическая сингулярность как говорит Раймонд Курсвелл она неустанно приближается и самое главное дорогие друзья то что у нас есть понимание в первую очередь у Анатолия Эдуардовича есть понимание каким образом дальше развивать инженерную технику струнных технологий имени Анатолия Эдуардовича Юницкого то есть после легкого городского пассажирского транспорта мы понимаем что мы будем демонстрировать грузовой транспорт далее высокоскоростной транспорт и после отработки высокоскоростной трассы мы будем уже заниматься гиперскоростями которыми сейчас как раз таки пытается заниматься гиперлуп но дорогие друзья никому никогда не удавалось перепрыгнуть через этапы и скорее всего это может закончиться именно промышленным дизайном сотрудничеством с архитектурными бюро и так далее созданием проектов визуализации но дорогого стоит дорогие друзья то что мы сейчас видим на слайдах даже одна ферма которую вы видите между промежуточными опорами это отработка технологии и как только установлена одна ферма скорость установки следующих ферм будет расти действительно с каждым испытанием все больше и больше и если сейчас мы можем строить нашу путевую структуру один километр в сутки то в будущем эта скорость будет также повышаться дорогие друзья и вот это вот то что мы видим на слайде как говорят тролли что одна ферма установлена и что же тут такое дорогие друзья это отработка технологии и так же как 36 километров высокоскоростной трассы мы покажем это отработка технологии для того чтобы строить тысячи километров струнных дорог уже по всему миру мы все прекрасно помним что на территории российской федерации пока что высокоскоростных дорог нет и как раз таки первопроходцем в этом плане может стать как раз таки технология skyway в применении в сравнении с транспортом высокоскоростным и в ходе общения с коллегами по потенциальным адресным проектам Челябинской области я хотел бы вам сказать одну фразу которая меня действительно обрадовала и показала то что абсолютно адекватная оценка специалистов Челябинской области по адресным проектам по применению высокоскоростной технологии я спросил как вы видите вообще применение технологии Hyperloop стоит ли нам сравнивать нашу технологию с технологией Hyperloop и ответ был что это уже слишком что это уже слишком это я вот перефразирую что это уже доводит до абсурда мы не будем это сравнивать потому что мы хотели бы сравнивать реальные технологии эти фразы дорогие друзья как фраза Руслана Усмановича Гатарова вице губернатора Челябинской области который постучал по юнибайку на выставке и на транс и на ответ на вопрос ну сейчас наша технология наша схема убедительная он говорит что вы нет вы по-прежнему не убедительны а вот это вот и постучав по юнибайку это действительно убеждает так вот убедятся убедятся дорогие друзья как мы декларировали говорили кто-то привязывается к словам что мы в конце октября говорили и извините когда мировая индустрия выводится несколько чуть позже чем планировалось в идеале допустим и выводится на несколько десятков дней попозже ну я у меня просто нет слов дорогие друзья на эти аргументы один лишь аргумент что если не хотите наблюдать не наблюдайте если не хотите инвестировать не инвестируйте но одна просьба как сказал Анатолий Эдуардович одному из чиновников на белорусской выставке не мешайте это обращение мои дорогие друзья к троллям дорогие друзья просто не мешайте не сопротивляйтесь потому что хотите вы этого или нет как тролли так и наши оппоненты но технология SkyWay что-то мне подсказывает появится в виде в начале сотни километров затем тысячи километров и как вот сказал Родхук как минимум в ближайшие десять лет мы увидим первый миллион километров дорог но дорогие друзья я уверен что это произойдет намного раньше чем спрогнозировал Родхук потому что Родхук естественно взял запас потому что опять же вот эта информация которую он говорил она может быть как-то использована перефразирована поэтому дорогие друзья я буду говорить именно то что сказал Родхук и прошу вас говорить то что в официальных источниках говорится именно в социальных сетях в группах тогда действительно будет абсолютно адекватное восприятие теми людьми которые только погружаются в проект SkyWay для кого мы рассказываем новости на вводном технико-экономическом вебинаре сейчас мы отстраиваем концепцию и структуру вебинаров чтобы на вводном технико-экономическом вебинаре еще больше максимум людей появлялся и дорогие друзья не долг тот час когда не вы будете рассказывать о технологии а вам будут звонить и спрашивать что здравствуйте я знаю что вы занимаетесь проектом SkyWay уже два года один год полгода не важно дорогие друзья и будут интересоваться а как я могу инвестировать а какие у вас условия а какие у вас адресные проекты это время настанет и первая ступень это 29 ноября не какая-то фишенебельная демонстрация супер презентация от которой стоит ожидать максимума идеала идеала в технологии достичь фактически сразу невозможно но идеала потом мы обязательно достигнем строй SkyWay спасай планету и дай дорогу мир транснету дорогие друзья на этом вебинаре Сергей Анатольевич не присутствовал на вечернем обязательно будет присутствовать проблемы как обычно наш младший брат интернет я был у Сергея Анатольевича я ему искренне не завидую как он добирается до Москвы потому что три часа ехать с пригорода ближнего пригорода до даже не центра города это транспортный коллапс и у нас есть решение это решение SkyWay до скорых встреч дорогие друзья здравствуйте с вами Михаил Кириченко вы смотрите новости SkyWay в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий мы продолжаем наши репортажи с выставки на транс 2016 в Берлине и сегодня мы беседуем с главным конструктором управления подвижного состава закрытого акционерного общества струнные технологии Андреем Дмитриевичем Зайцевым доброе утро доброе утро третий день выставки самое утро и надеюсь успеем что-то рассказать пока до прикода посетителей дело в том что сегодня день для всех желающих два дня для специалистов прошли и ожидается наплыв просто огромный завтра как минимум на нашем стенде и это мы знаем точно побывает 300 человек адресно давайте начнем не теряя времени предлагаю рассказать немножко про Юнибус мы с радостью принимаем ваше предложение в дверях которого мы сейчас и находимся что такое Юнибус еще раз повторить это транспортное средство для городской транспортной системы в исполнении представлено на выставке монорельсовой то есть предназначен для передвижения по одному из рельсов путевой структуры вместимость 14 человек при полной массе 3250 килограмм а некоторые наши зрители высказывают сомнения что сюда войдет 14 человек мы сегодня первых же посетителей попросим нам помочь и просто физическим экспериментом подтвердим и развеем это сомнение то есть подтвердим что это так и развеем любые сомнения а многие также говорят что не нравится что всего лишь два сиденья я уже написал в своих комментариях что хоть полки развешай как в купе то есть это один из десятков вариантов правильно ли я понимаю это же предложенный вариант первый мы увидим во-первых отзывы потенциальных потребителей да и мы готовы менять это в лучшую сторону или там развиваться по желанию в худшую да что несложно а в чем инновационность этого пола также люди спрашивают ну перед тем как сказать про пол я бы сказал в целом немножко про конструктив так половому вопросу перейдем в конце хорошо согласно изготовлен на основе прочного алюминиевого каркаса прочное при этом легко поскольку алюминиево и уже на алюминиевый каркас вакуум формовкой скажем так вклеен пол и потолок то есть это у нас такая получается монолитная сэндвич панель вверху и внизу которая добавляет жесткости и в принципе вся конструкция если рассматривать как в расчетной схеме приобретает форму похожую на глутавровое сечение являющиеся самым жестким при сравнении общепринятых расчетных сечений скажем в этом как я понимаю есть инновационность а не то что здесь нарисована травка которая многим так нравится отчасти травка это опять-таки наша версия исполнение конкретно первого образца то есть ну хотелось что-то такое добавить живое напоминающее людям что кроме асфальтовых дорог есть еще или была еще когда-то зеленая травка под ногами под ними где-то возможно еще есть да и это то что мы собираемся им вернуть правильно да и хотелось бы добавить что еще что пол у нас обогреваемый то есть вот в этот сэндвич пакета которыми рассказывал заложены нагревательные элементы то есть тем самым мы прогреваем кузов транспортного средства там где это нужно в той точке где это нужно именно внизу а холодный воздух подаем сверху я могу добавить что стоять на таком полу явно приятнее чем сидеть попробуем давайте попробуем дополнительно дополнительно поскольку пол он наливного типа обычно самонивелирующиеся да скользкие покрытия дополнительно он покрыт специальным лаком который позволяет который делает пол менее скользким и при этом более выносливым на истирание значит далее стекла хотелось бы отметить использована стеклопакет из непростого стекла это поликарбонат то есть это скажем так вещество которое при том что он в два раза легче чем обычное силикатное стекло он при этом 25 раз прочнее этого стекла ну обычного стекла стеклопакет то есть это два стекла для улучшения термоизоляции кузова и собственно снижение затрат на обогрев либо охлаждение пассажирского салона то есть это совсем не фанерная конструкция а инновация на инновации не только полу правильно ну наверное так вот то есть он прочный и ну даже если по нему хорошенько разогнавшись ударить кирпичом ничего не произойдет впечатляет два места мы можем наверно присесть посмотреть насколько здесь удобно двоим располагаться давайте потому что наверно видно что пропорции кузова таковые что он очень высокий но при этом очень узким но по моему удобно да почему узкий потому что естественно где основные потери при высоких скоростях происходит это в аэродинамике до 90 процентов поэтому основной задачей при создании дизайна ну одной из основных задач при создании дизайна было добиться хорошего коэффициента аэродинамического сопротивления и собственно проверка установила что для этой модели cx равен 0,11 ну если память мне не изменяет 0,11 то есть по сравнению с автомобилем легковым это в три раза лучше как минимум по сравнению со спортивными автомобилями так что сказать про Unibus вот скажите звуковая система это что? Харман Кардон? Бенген Оловсен? очень хорошо звучит я думаю нашим монтажерам будет меньше работы не надо будет музыкальную подложку подбирать вот она уже готовая ну что-то вроде по крайней мере это хай-фай аппаратура уже я марку ну не могу конкретизировать так точно возвращаясь к вместимости да 14 человек в одном Unibus я к чему хочу подвести собственно к производительности которую может обеспечить вот такой небольшое транспортное средство особенно находясь на в рамках инотранса приходится часто отвечать посетителям на этот вопрос потому что ну что такое инотранс это в основном поезда трамваи то есть крупная пассажирская техника и пока у людей ну не понимаем как почему он такой маленький им это непривычно тем не менее насколько я знаю вспоминаю то что рассказывал Анатолий Дородович Низкий кстати насчет маленького что если полностью организовать согласно рекомендациям skyway линию то ее производительность будет два раза выше то есть она сможет два раза больше переводить перевозить пассажиров чем московское метро ну давайте просто посчитаем чтобы не голословить два там четыре раза на линии транспорта установлен минимальный минимальный скажем так временной интервал безопасности при котором мы способны контролировать всю систему то есть движение торможение этот интервал составляет две секунды что соответствует международному стандарту по передвижению подобного рода транспортных средств подобного рода то есть перемещающихся в автоматическом режиме я имею ввиду две секунды да значит ли это что люди за две секунды должны будут войти и выйти на остановке нет две секунды это интервал когда транспорт едет уже по трассе время выхода будет от 5 до 10 секунд но логистика движения подбирается таким образом что они уходя со станции да один другого догоняет и дальше устраивается этот интервал двух секунд так вот исходя из двух секунд то есть что мы имеем что при движении так как так мы выходим на 50 тысяч пассажиров в час это перевозка одной про участка транспортной линии соответственно 50000 пассажиров в час ну пусть не 24 часа в сутки ночью люди спят при 20 часах там уходим на миллион пассажиров в сутки это одной линии ну а если дальше сравнивать с метро с метро ну например московском но я по крайней мере слышал такое сравнение от юницкого потому что пока цифры звучат вроде не в нашу пользу да у нас миллиона у них там вот по актуальной статистике 6,6 миллиона в сутки надо понимать что мы у нас считаем одну линию а у них весь московский метрополитальный 13 действующих линий просто мы делим пассажиропоток на 13 мы получаем 500 тысяч пассажиров в сутки по одной линии то есть это в два раза мы выигрываем уже московского метро а если взять во внимание что вообще средняя поездка по статистике того же московского метрополитена составляет 13 километров то получается что московский метрополитен не 13 линий как бы условно 25 линий действующих и в этом случае уже их производительность получается 200 250 тысяч пассажиров в сутки то есть у нас есть запас по московскому метрополитену как минимум в два либо в четыре раза это ну на пределе понятно мы можем корректировать мы насчет двух секунд вопрос был не потому что я вчера родился просто я озвучиваю вопросы наших зрителей и комментарий насчет двух секунд как я понимаю это все поддерживает автоматизированная система управления мы же привезли сюда эту автоматизированную систему которую мы демонстрируем на наших моделях 1 10 может быть покажете как она действует реально пусть и в меньшем масштабе давайте перед нами модель действующей модели транспортной системы городского типа с двумя образцами подвижного состава навесного исполнения и подвесного исполнения то есть они чем собственно отличаются один сверху ездит второй подвешен на нижнюю путевую структуру вы спрашивали про систему управления то есть она продемонстрирована и здесь это не просто унибусы которые ездят по какой-то программе если он увидел перед собой препятствия он остановил остановился то есть сам себя управляет интерес на выставке в этот стенд модельный вызывает не меньше чем полноценное транспортное средство что здесь хочется еще отметить немножко конструктив то что здесь продемонстрировано это прежде всего две анкерные опоры которые принимают на себя усилие от натяжения струн это две концевые опоры нижняя часть она по сути конструктивная для связывания этих опор потому что у нас тут нету поверхности земли в которой можно их закрепить и путевая структура сейчас пусть они катаются будет веселье хочется отметить что вы также и продемонстрирована промежуточная опора что такое промежуточная опора то есть анкерные опоры это массивные элементы конструкции потому воспринимающие себя многотонные сотни тонн усилия от натяжения струн а промежуточные опоры это легкие дополнительные опоры установлены с определенным шагом по трассе от 40 до 50 метров этот интервал и позволяющие воспринимающие на себя усилия боковые основном то есть не имея серьезных вертикальных нагрузок позволяют стабилизировать трассу горизонтальном направлении но что произойдет например если мы снимем промежуточную опору мы например сломаем то есть мы имитируем землетрясение рухнула промежуточная опора не происходит ничего ну да немножко пошатнулись наши унибусы но они выйдут на следующий ровный неповрежденный участок трассы то есть это никак не пошатнула репутацию технологий можно и так сказать по части путевой структуры здесь она представлена естественно в упрощенном виде то есть одной струной но это масштабная модель и масштабируя наш настоящий рельс до размера до масштаба 1 до сети здесь уже похоже на рельс сверху да и вот говоря к чему я хочу не можем посмотреть примерно реальный рельс со струнами мы специально закрепили на юнибусе элемент путевой структуры чтобы помочь людям объяснить что же такое струна путевая структура пусть мы видим что внутри балок которые берут на себя функцию рельса располагаются канаты выполняющие роль струны которые преднатягиваются заданным усилием обеспечивающим во всем температурном диапазоне отсутствие температурных швов на путевой структуре и дополнительная полость внутри рельса может использоваться как для прокладки линии связи то есть наша же путевая структура по ней мы можем прокладывать коммуникационные линии связи то есть электричество подавать все что угодно как я понимаю оптоволокно которое сейчас необходимо для связи до оптоволокно частично для связи частично это одно из наших ноу-хау это система контроля скажем состояние путевой структуры можно же наверное телефонную связь и интернет таким образом передавать любые данные в цифровой да и в аналоговой форме то есть объем рельсы мы можем частично занять коммуникационными линиями а все остальное заливается специальным составом заливается бетоном специального состава который добавляет жесткость путевой структуре и снижает шум издаваемое предложение хочешь не хочешь на шум естественно от любого физического воздействия возникает переходя снова возвращаясь к небесу к его характеристикам благодаря всем этим новшествам всем этим идеям исполнены уровень шума 60 до 7 предыдущий я думаю что нужно объяснить всем нашим зрителям что это очень мало чем это можно сравнить мотоцикл например это 90 92 до себе автобус это 82 децибела за 6 но если я помню снижение шума на 10 децибел это даже на слух воспринимается как в несколько раз типа в два в три а это не просто на 10 процентов ну это логарифмическая шкала надо понимать здесь нельзя не говорю а чисто человеческом восприятие я чисто человеческий было больше понятно скажу что уровень шума бытовом в жилом помещении обычно колеблесов 45 50 децибел то есть это чуть громче чем в твоей квартире когда ты там находишься тише чем ваш телевизор когда вы его смотрите понял спасибо и хотелось бы отметить коль мы уже здесь закругляемся потому что начинают эти люди посетители хочется отметить расход энергии или топлива на движение юнибуса по данным которые мы представляем значит на расчетной скорости в 150 километров в час двигаясь постоянной скоростью им вас будет потреблять 21 киловатт час энергии опять-таки чтобы было лучше понятно переводя это в расход условного топлива сгораемого используя вообще принятый коэффициент это 0 25 литра на киловатт час мы получаем 5,28 литра на 100 километров пути как это сравнить с общеизвестными используемыми на данный момент транспортными системами мы сравним с любым автомобилем который двигается легковым микроавтобусом то есть у нас 14 человек микроавтобус 14 человек предположим что микроавтобус сумел разогнаться до 150 километров в час поскольку далеко не каждый сможет сделать его расход далеко не на каждой дороге это можно делать это тоже его расход будет составлять ну пожалуй около 15 литров топлива не меньше у нас 5 впечатляет подчеркиваю еще раз ну а в городских режимах на скоростях ниже 100 ну например 50 километров в час уже сразу даю перевезенный на топливо расход это 1,25 литра топлива на 100 километров пути ой скорее бы все наступило и последний вопрос прежде чем вы начнете работать с посетителями во-первых просим вас завтра найти время и рассказать о юнибайке и об охранном модуле а сегодня все-таки дополнить хотелось бы рассказ о действующих моделях тем что это все-таки не всегда модель это может быть и реальное транспортное средство да насколько я курсе впечатляют также те цифры которые или те точнее то количество грузов я вас понял это казалось бы игрушка может перевозить я вас понял действительно модель которую мы так называем это может быть самая маленькая самая компактная действующая транспортная система вот в исполнении которая сейчас стоит на стенде по наш может перевозить книги в библиотеках сыпучие грузы там руду все что угодно фантазия сейчас будет зашкаливать у наших зрителей вы мелкие грузы но как мелкие то есть данная путевая структура учитывая вес подвижного состава который по не упадет может взять еще на борт 30 килограмм веса 1 единица маленькой подвижного состава вот это казалось бы и давайте просто посчитаем двигаясь со скоростью скажем не так если они едут с диапазоном в одну секунду мы говорили про 2 секунды большом исполнении здесь все компактнее можно управлять быстрее тормозить быстрее возьмем одну секунду как интервал движения то есть каждую секунду у нас проект проезжает юнибус так вот ну на год давайте сразу выйдем сколько в год можем перевести это 30 и 600 на 24 на 365 когда 30 миллионов секунд будет то есть 30 миллионов юнибусов проедут в год каждую из этом борту 30 килограмм это миллион тонн это почти миллион тонн 900 тысяч 900 тысяч тонн почти миллион тонн вот такой маленький транспортную систему ой воистину мы рождены чтоб сказку сделать былью строй skyway спасай планету чего у меня это 60 миллион тонн это почти миллион долл вот так partis месяц как понятно ей disrespect сейчасow yo Turner что в læсштаб и продаем да вот так и какой-то 31 storyteller м как я Продолжение следует... 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 Продолжение следует...